Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня в пошаговом режиме дам методику входа в сделку на ткате с подтверждением, а потом на большом количестве примеров закрепим материал. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется, поэтому не стоит переходить торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. В первой части кратко напомню о ключевых признаках паттерна и покажу, как уходить на нем в сделку. Во второй части будет тест, при помощи которого сможете оценить свое понимание материала, а заодно увидеть разные варианты формирования паттерна на живом графике. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Откат с подтверждением ищем на тренде. Основные признаки паттерна рассмотрю на восходящем движении. Для тренда вниз принципы зеркальны. Второй признак подход к уровню и пробой с силой. Здесь я не буду подробно останавливаться на теме силы. Кто хочет подробно познакомиться с темой, посмотрите мой вебинар «Price Action – Сила на подходе к уровню». Ссылка на него сейчас появится в верхнем углу. Последний признак – слабость на откате к уровню. Если интересно познакомиться с темой подробнее, посмотрите мой вебинар на эту тему «Price Action – Слабость на подходе к уровню». Ссылка сейчас появится в верхнем углу. Прежде чем пойдем дальше, хочу уточнить, что под уровнем имеется в виду не только недавно сформировавшийся уровень, как на текущей схеме, но и откат к уровню, сформированному несколькими тестами до пробоя, как это показано на схеме. Тестов может быть несколько. Или это может быть откат к историческому уровню с прошлых дней, который сегодня еще не тестировался. Одна из особенностей отката с подтверждением – возможность рассчитать сделку до входа. Для этого до пробоя или после пробоя оцениваем соотношение потенциальной прибыли к риску. После отката к уровню и подтверждения выставляем лимитную заявку для открытия сделки. Зная уровень, заявку несложно рассчитать, взяв отступ от уровня. После открытия сделки выставляем стоп-лосс, вход в шорт происходит ровно в той же последовательности. Для лучшего понимания разберем вход в шорт на графике по шагам. Вначале надо определить тренд и уровень, на котором будем ждать паттерн. После чего намечаем план сделки, рассчитываем цену входа, стоп-лосса и первой цели. Все это делаем в конкретных цифрах, так чтобы когда сформируется паттерн, у нас все данные были под рукой. Это трудоемкий, но необходимый этап, который приходится делать и регулярно пересчитывать, потому что не всегда цена идет по намеченному плану. Вот и наступил долгожданный момент формирования паттерна. На красной свечке цена пробила уровень. Мы в боевой готовности, но еще не спешим открывать сделку, так как нужно дождаться подтверждения. На текущий момент у нас все параметры сделки под рукой и сразу после формирования подтверждения несколько небольших серых свечек под уровнем. Выставляем лимитную заявку, чтобы открыть сделку. Сразу после входа выставляем заявку стоп-лосс для ограничения убытка и определяем первую цель сделки. Кому интересно как это сделать, посмотрите мой вебинар «Как определять цель в сделке». На все упомянутые в этом видео вебинары в описании к ролику будут даны ссылки. Мы вспомнили принципы паттерна и повторили шаги, необходимые для открытия сделки. Теперь закрепим понимание на примерах. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнении каждого из 15 упражнений у вас будет примерно 7 секунд. Тест можно пройти в режиме «Норма», верный ответ дает 1 балл, а ошибка 0. Или в режиме «Чемпион». Тогда верный ответ также приносит 1 балл, а за ошибку 1 балл списывается. Это более жесткий режим и его стоит применять только если чувствуете в себе больше уверенности. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые 2 недели в четверг на площадке Адмирал Маркетс. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Отлично, тогда приступим. Задание. Используя три критерия паттерна, посмотрите на график и скажите, можно ли войти в сделку на откате? Если все понятно, тогда начали. Кто сказал, что данный паттерн отвечает трем критериям и входить можно? Молодец! Ставьте себе один балл. Второй пример. Приготовились! Начали! Если вы решили, что это хорошая возможность войти на откате, то ошиблись. Почему? Давайте разбираться. Проблема в том, что не учли этот минимум, а он меняет картину построения уровня и сформированный откат. Поэтому так важно при входе на откате правильно отмечать уровни. Третий пример. Готовы? Тогда начали. Этот пример не должен был вызвать сложности. Кто сказал, что здесь можно было входить на откате, прав. Добавьте себе еще один балл. Четвертый пример. Приготовились! Начали! Здесь все непросто, но те, кто увидел на подходе к уровню слабость движение цены, смогли бы догадаться, что цена вернется под уровнем. В данном случае можно было сократить или даже избежать убытков при помощи управления сделкой. Пятый пример. Готовы? Начали! Это был простой пример, практически как из учебника. Кто сказал, что здесь можно было войти? Молодец! Шестой пример. Если готовы, тогда начали! Еще один простой пример. Цена с силой пробила уровень, затем показала слабость на откате. Отличный вариант для сделки. Седьмой пример. Готовы? Отлично! Тогда начали! Кто сказал, что здесь можно открыть сделку? Прав! Поставьте себе один балл. Могла ли цена после отката уйти под уровень? Да, могла. Но тренд, слабость на откате к уровню, немного перетягивает вероятность в нашу сторону. Восьмой пример. Когда будете думать над ответом, постарайтесь посмотреть на поведение цены в целом и увидеть не только сформированный откат. Ну что, готовы? Тогда поехали! Кто сказал, что это хорошее место для входа? Молодцы! А кто увидел сформированный треугольник? Молодцы вдвойне, потому что треугольник усилил сигнал. Напишите в комментариях под видео, удалось ли вам увидеть на подходе к уровню треугольник и используете ли вы его в своей торговле. Девятый пример. Если готовы, тогда начали! Кто сказал, что это хорошее место для входа на откате с подтверждением, абсолютно прав. Поставьте себе еще один балл. Десятый пример. Приготовились. Начали! Сегодня у нас много примеров в тесте. Напишите в комментариях под видео, сколько примеров в тесте лучше всего делать. В этом примере сложность возникнуть не должна была. Вход практически классический. Пример 11. Готовы? Хорошо, тогда начали! Этот пример хороший вариант для входа на откате. Напишите в комментариях, где здесь еще можно было войти в сделку. Двенадцатый пример. Приготовились. Начали! Пример непростой. Цена сильно пошла вверх, а затем показала ослабление. Как в такой ситуации поступить? Один из вариантов – дождаться более длительного отката для подтверждения. Пример 13. Готовы? Начали! Пример очень простой. Трендовое движение, откат небольшими свечками – просто отличный вариант. Четырнадцатый пример. Мы почти на финише. Готовы? Начали! И этот пример достаточно простой. Кто на него ответил – отлично, поставьте себе один балл. Мы на финише. Последний пример. Приготовились. Начали! Хороший вариант для входа. Кто-нибудь заметил дополнительный фактор, усиливающий паттерн? Напишите об этом в комментариях. Просуммируйте набранные баллы, потому что сейчас переходим к подведению итогов теста. Если вы набрали меньше пяти баллов, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если набрали от шести до девяти баллов – неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от десяти до тринадцати – это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали четырнадцать баллов и выше – поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав свои скрины графика. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже» и на графиках сделайте упражнения на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с теми, кому это может быть полезным, или напишите комментарий. Ваши отзывы – это лучшая награда. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok